В далекий путь паломников сегодня провожают молитвами. Выбор времени и места не случайен. Именно отсюда из Болгар первые татарские мусульмане впервые отправились в Мекку. Это путешествие в память о предках. Сетла заказывали специально, рассказывает один из паломников Авдуллах Камалов. Они крепкие, удобные, многофункциональные. Со своим скокуном мужчина познакомился недавно. Раньше даже подойти к нему не мог. Сегодня он уже позволяет обнимать. Дружба крепкая, в дороге не подведет, уверен мужчина. У него есть такие зеброидности. На других лошадях в мире их нет. Только у тех представителей, которые без изменений в генетическом плане дошли до наших дней. Это говорит о том, что эта лошадь практически дикая. Это мустанг нашего континента. Вы с ним сразу подружились? Нет, он у нас такой парень с характером. А этого парня с характером зовут Бахрамс. Как он спортивный, молодой, резвый, выносливый победитель скачек. Именно на нем предстоит пройти путь Расулу Ахиариддинову. Мужчина вырос в деревне и опыт общения с лошадьми имеет. Может накормить, подковать и обеспечить уход. Это, скажем так, езда на лошадях, это чуть-чуть легче, чем пешком. Чуть-чуть буквально. Поэтому все равно это физический труд. Вниз по Волге до Волгограда, затем у паломников распутье. Пока точный маршрут не проложен. Через Крым. Возможно, пойдем, значит, вот более приоритетно, это, конечно, через Махачкалу, это Дагестан. И, может быть, на Каспии, это в сторону, значит, Астрахани. Там тоже наши татары, там тоже наши люди. Планируют пересечь три границы – Азербайджан, Иран и Саудовскую Аравию. Загранпаспорта для себя и ветеринарные документы на лошадей готовы. Прибытие запланировано на конец августа, обратно уже на самолете. Первые 20 километров паломников будет сопровождать автомобиль, а затем они уже самостоятельно отправятся до Ульяновска. Прибыть сюда планируют через три дня. Альбина Слагараева, Марат Светгараев, ТНВ «Болгар». Редактор субтитров А.Семкин